На нашем телеканале работают люди, одни из которых остаются за кадром, другие известны вам лишь по сюжетам и передачам, но на самом деле они способны на большее. Да, наши постоянные репортеры и ведущие шоу «Глобус Эстонии» Артур Тюленев и оператор Юрий Жильцов замахнулись на съемки фильма по рассказу Виктора Пелевина «Тайм-аут» или «Вечерняя Москва». Ну а мы можем им помочь и приветствую в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, честно сказать, я не был знаком с этим произведением Виктора Олеговича. Вчера прочитал. И, в общем-то, как и многие его произведения, они мне кажутся чертовски сложными для экранизации. Можно в двух словах? В чем сюжет и как вы это собираетесь сделать? Ну, сюжет «Тайм-аут» или «Вечерняя Москва» заключается в том, что некий бандит Вовчик Малой попадает в загробный мир, ну и что с ним, собственно, происходит. А происходит, по сути, то же самое, что он... У него есть работа. Он должен тушить раскаленную сковороду своей мягкой частью, и он получает за это зарплату. И когда оказывается, что он может спокойно оттуда уйти, потому что его никто не держит, то он не уходит, потому что зарплата хорошая. Зачем? То есть, по сути, такая философская мысль о той рутине, в которой каждый из нас живет. Да, и о том, что тюрьма, она скорее в голове у человека, нежели вокруг него. Вот этот рассказ, он меня как-то в свое время зацепил, и долго эта идея сидела в голове. И как-то раз я решил попробовать написать сценарий по нему, оно как-то вот получилось, и дело пошло. Юра, а ты как воспринял идею Артура? Не показалось ли тебе слишком сложным? Потому что, мне кажется, у тебя очень сложная работа именно визуально выстроить весь тот абсурд, который обычно есть в произведениях Пелевина. С этим рассказом я знаком, перечитывал несколько раз, и так как это произведение неординарное, так скажем, каждый раз я находил новые смыслы. Последний смысл, который я нашел, заключается в том, что вот есть у нас, например, сложная пятидневная, сложная рабочая пять дней в неделе, да? Вот, и есть выходные, субботы и воскресенье. Но самый сладкий момент, тайм-аут, так скажем, да, вот, это именно вечер пятницы, когда выходные еще не начались, но вроде бы ты уже и отработал. Сладкие минуты предвкушения. Да, именно минуты, вот, это самое прекрасное. Что касается непростой работы оператора, ну, наверное, каждая работа сложна по-своему. Другое дело в том, что эта работа должна приносить тебе удовольствие. Просто я забрал у Юры паспорт, и выбора нет. И взял его в рабство. Сейчас видим какие-то кадры на экране, то есть какой-то материал уже отснят, да? А мы отсняли материал для тизера, да, как мог бы выглядеть этот фильм. И увидели там, узнаем, двух актеров русского театра, это Игорь Рогачев и Александр Домовой, то есть профессиональные артисты, чем вы их заманили? Тоже в рабство отобрали паспорт? Ну, в какой-то степени. Но с одной стороны, и Александр, и Игорь, они уже, так сказать, сталкивались с Пелевиным, участвуя в спектакле «Амон-Ра», который в русском театре проходит. Александра оказалось довольно легко уговорить, потому что мы приятельствуем, и он дальше уже повлиял на Игоря, и тоже, вот, собственно, удалось заманить их в эту авантюру. Свою команду вы собираетесь расширять? Вам же нужны и другие специалисты? Естественно, мы собираемся расширить. У нас уже есть, в принципе, и художники, и гримеры, и мы хотим еще увеличить эту команду, чтобы получилось хорошо, качественно и красиво. Ну, давай о главном. Что нужно, чтобы эту команду увеличить? Нужны деньги. Естественно, нужны деньги. Нужно финансирование. О какой сумме идет речь? Сколько вам надо? Сколько вам надо для счастья? Общая такая сумма, которая нужна, это 12 тысяч, но мы ищем пошагово, и первая такая планочка – это три. Мы сейчас собираем через Хуанди. То есть вот на Хуанди, мы сейчас видим титр на экранах, можно там зайти и пожертвовать, насколько мне жалко. Мы подаем еще в различные фонды, так что ищем везде, где только можно, и какие-то свои средства туда вкладываем. Так что в любом случае, даже если собрать на Хуанди не получится, этот процесс продолжится, но он просто займет больше времени. То есть вы в любом случае будете снимать фильм? Да. А если денег вам дадут больше, чем вы просили? Или в данном случае денег много не бывает? Снимут тайм-аут или вечерняя Москва-2. Смотря на сколько больше. Мне кажется, да, в данном случае оно все пойдет, потому что всегда есть что добавить и по декорациям, и по локациям, и по костюмам, и по спецэффектам. Вот, насчет спецэффектов. Юрий, наверное, вопрос. Ведь Пелевин, он чем сложен? Да, у него в произведениях очень много абсурда, какого-то теоретических рассуждений и даже наркотического бреда. Вот как это все выразить? По-моему, без спецэффектов трудно. Ну, с одной стороны, так оно и есть, а с другой стороны, на мой взгляд, лучшие спецэффекты – это крепкая драматургия, красивая, добротная актерская игра и интересные локации. Вот. Я равняюсь на таких мастеров, как Вадим Юсов, который с Тарковским работал, Михаил Кричман со Звягинцевым. Вот. Собственно. Насчет локации я хотела спросить, тоже по трейлеру. Понятно, что есть у вас какая-то локация, некое заброшенное здание. Где вы снимаете и где будут проходить съемки вообще? Ну, эта локация – это один из пустующих корпусов химзавода в Марду. Мы договорились с собственниками. Вам разрешили, да? Да, нам разрешили. Мы, чтобы избежать ружья сторожа, сделали все официально. Плюс есть еще мысль снимать либо в батарейной тюрьме, либо в тюрьме на магазине, которые сейчас пустуют. Но это чуть более долгий процесс именно договариваться, чтобы там тоже можно было это сделать. Фильм вы хотите снять короткометражный. Какую судьбу ему хотелось бы уготовить? Участие в фестивалях? Естественно, в фестивале, если все получится сделать какой-то показ, может быть, даже совмещенно с такой небольшой конференцией по Пелевину, потому что у нас ценителей довольно много. Ну и, конечно же, YouTube и прочие ресурсы. Ну, а жанр вот какой у вас фильм? Это арт-хаус, это вот авторское кино. Кино не для всех. Наверное, это авторское кино, скорее, да. Потому что все-таки по сценарию это не так, чтобы совсем арт-хаус. Там тоже есть определенный сюжет, определенные действующие лица. И если сам рассказ ведется от третьего лица, то все-таки в сценарии там есть диалоги, и там есть два вот как раз главных героя. Это Вовчик Малой и я добавил такого персонажа, некий бес, такой Сашка-черт. Вот. Я желаю, чтобы у вас обязательно все получилось. Сам с удовольствием посмотрю, потому что мне просто интересно понять, как Пелевин будет переложен на язык кино. Я присоединяюсь к пожеланиям, да, ребят. А давай присоединимся еще и к пожертвованиям. То есть, напомним, во-первых, сайт «Хуандья», вот посмотрите на этот титр, туда можно отправиться, чтобы что-то пожертвовать, чтобы ребята могли снять свой фильм по рассказу Виктора Пелевина «Тайм-аут» или «Вечерняя Москва». И, кстати, за любую сумму они будут вам благодарны в виде какой-то вот конкретной благодарности, которую вы получите. Артур Теленев и Юрий Жильцов были у вас в гостях. Спасибо.